В будущем школы России возможно будут работать в одну смену. Как скоро это произойдет? Есть идея по созданию некого досугового центра, куда мы бы смогли вывести из учреждений общего образования учреждения дополнительного образования. Рыжие усатые вновь торжествуют. Почему жители Барнаульской многоэтажки в борьбе с тараканами беспощадно проигрывают? Вот посмотрите, вот здесь вот яйца тараканей. Вот. Это несчислимое количество. Запись аудиокниги проекта «Услышать просто» завершена. Когда она поступит к адресатам? Тысячи ответов на тысячи вопросов. Я прихожу сюда разговаривать. А дочь какого цвета? Сегодня серебристого. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Продают в складчину. Собственники квартир Барнаульской трехэтажки объединились, чтобы продать свой дом целиком, а не по квартирам. Наш корреспондент Алексей Янкин выяснил, что подтолкнуло жильцов к такому решению и кому может быть интересен бывший жилой дом. Жильцов этого дома на углу улицы Короленко и проспекта Социалистического объединяют не только стены, но и одно на всех желание поскорее переехать. Собственники 18 квартир хоть сейчас готовы выставить свои квадратные метры на продажу. Понять их можно, достаточно войти в здание. Объемные в нем только лестничные пролеты, а квартирки мал-мала меньше. В такой комнате проживает Марина Кузнецова. Кровать, телевизор и шкаф – вот и все, что женщина может себе позволить. Центр города, конечно, устраивает. Но то, что жилье вот такое вот маленькое – 9 квадратных метров. У людей кухни 9 квадратных метров, а у меня комната 9 квадратных метров. Есть, конечно, квартиры и попросторней – 17-20 квадратов. Но люди признаются – устали так жить. Бывшее швейное общежитие давно не отвечает их запросам. Одна на всех кухне и санузел. В общий душ приходится спускаться на первый этаж. Жильцы начали было продавать квартиры по отдельности. Но в кризис малогабаритки – не ходовой товар. Тогда собственники решили продать дом целиком. К удивлению риэлторов. Первый раз видим, когда 18 сособственников жилья решили в один момент продать это здание, дом, то есть имущество. Удивление уступило место идеек, которые привели слова туркластер и центр города. И вот уже несколько месяцев жильцы трехэтажки продают ее как потенциальное место под гостиницу или хостел. Президент Союза риэлторов Марина Ракина считает, что такой творческий способ продажи недвижимости может принести успех. Вот только покупатель должен прочитать все ходы наперед. На самом деле очень серьезный вопрос и очень сложный вопрос по переводу. Нужно, чтобы все городские структуры поддержали это. И, скорее всего, инвестору нужно начинать все-таки не с продавцов, а, зная эту ситуацию, все-таки обратиться в администрацию и заручиться поддержкой, что городу это надо, важно и нужно будет сделать. Ряд инвесторов уже интересовались объектом. Делились планами реконструкции здания под гостиницу, реабилитационные центры и даже фонд помощи осужденным женщинам. Но дальше разговоров дело пока не пошло. Жители надеются, раз есть интерес к их товару, то и покупатель обязательно найдется. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». 30 пропавших на Алтае детей в этом году нашли волонтеры. За три года число обращений выросло в четыре раза. Такие цифры озвучили сегодня добровольцы поисковой организации «Лиза Алерт» в ходе круглого стола с участием представителей Краевого следственного комитета. За этот год волонтеры приняли больше ста заявок на поиск пропавших. Следователи вместе с волонтерами отладили взаимодействие по поиску людей. Сейчас в штате отряда волонтеров Алтая 40 человек. Самые крупные отделения работают в Барнауле, Бийске и Рубцовске. В этом году ни одна из серьезных поисковых операций не обошлась без добровольцев «Лизы Алерт». И приглашают их не только родственники пропавших, но и сотрудники следственных органов. Нас зовут на проведение прочесов, то есть на однократные действия. Нас просят распространить информацию, то есть я так понимаю, что нас ценят. Мы не сравниваем, кто действует лучше, кто действует хуже. Мы оказываем им помощь. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается относительно молодой, но уже такой любимый праздник – День Матери. Он был учрежден указом президента в 1998 году. Уже по традиции в Барнауле наградили победителей эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». Ее проводили в течение года по восьми номинациям. Семья Дегтяревых получила приз за семейную династию. В номинации «Семья», в которой родители или дети имеют ограниченные возможности здоровья, дипломы были удостоены Елена Кащеева с дочерью Аллой. Лучшие артисты города для всех мамочек Барнаула подготовили слова любви. Они звучали в песнях, они читались в танцах. Атмосфера праздника была искренней и душевной. Я желаю вам всем крепкого здоровья. Я желаю вам быть такими же добрыми, ласковыми, отзывчивыми к своим детям и к своим внукам. Через пять лет учащиеся всех школ России должны посещать уроки только в одну смену. Такую задачу поставил перед регионами в декабре прошлого года президент страны Владимир Путин. Между тем, в кулуарах педагоги и отраслевые чиновники говорят, что выполнить ее пока крайне сложно. Отсутствуют необходимые площади, а потому в большинстве школ сейчас занимаются в две, а иногда и в три смены. Как в Алтайском крае реализовать наказ президента, будет обсуждаться завтра на Совете администрации региона по развитию системы образования. Тему продолжит Ольга Калачева. В Барнауле план перевода школ на одну смену уже готов, хотя в городском комитете по образованию не отрицают. Составить его было сложно. Почти 90% всех школ города сегодня работают в две смены. Чтобы их перевести в одну, посчитали в мэрии, нужно построить за пятилетку минимум 40 образовательных учреждений. Понятно, что таких средств в муниципалитете нет, а потому Барнаул пойдет другим путем. Решено изыскивать дополнительные площади за счет реконструкции неучебных помещений и запрета аренды. Есть идея по созданию некого досугового центра, куда мы бы смогли вывести из учреждений общего образования учреждения дополнительного образования. Если мы эту задачу, поставленную перед собой, выполняем, то тогда порядка 30% учреждений мы спокойно можем переводить для работы в одну смену. Перевод школ на одну смену сегодня уже требование времени. По новым федеральным стандартам во второй половине дня школьники должны заниматься дополнительным образованием. Только так можно стать всесторонне развитой личностью, считают в Министерстве образования. К слову, с этим согласны барнаульские педагоги. Действительно, ребята, отучившиеся по новым стандартам, совершенно иные. Они самостоятельно ставят и цели урока, и задачи, и в конце урока с легкостью подводят итоги. С сентября этого года по-новому учатся уже пятиклассники. Со следующего будут учащиеся шестого класса. А значит, перевод школ на одну смену – неизбежный процесс. Требования к ученикам и педагогам растут. Правда, одновременно с повышением профессиональных стандартов снижается заработная плата учителей. На сокращение стимулирующих надбавок жалуются не только в Алтайском крае, но и в Забайкалье и Хакасии. Некоторые барнаульские педагоги рассказывали, что с начала учебного года доходы уменьшились на 20-30%. В профильных комитетах комментировать эту ситуацию отказываются. Как, впрочем, отказываются говорить на больную тему и директора школ. Справедливости ради стоит отметить, что часть из них сумела сохранить надбавки. За счет чего? Жаль, что сегодня это скорее исключение, чем правило. Ольга Калачева, Николай Шелко, информационный канал, город. Сегодня завершилась запись аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей. Напомним, в июле этого года стартовал благотворительный проект «Услышать просто». Наша съемочная группа наблюдала за творческим процессом. «Услышать просто». Этот проект поддержало более 500 обычных мальчишек и девчонок. Как только информация о записи аудиокниги появилась в интернете, организаторов буквально засыпали видеопосланиями. В результате осталось 15 молодых чтецов. Их голосами и будет озвучена аудиокнига. «Это для того, чтобы наш мир стал лучше, чтобы мы стали действительно помощниками друг другу, чтобы ничего плохого такого не было, потому что люди, которые не видят, они нуждаются в нас, они нуждаются в красках этого мира». У каждого было время на подготовку. Несколько занятий с педагогом по речи, настало время записи. Ребята читают произведения наших, алтайских писателей, прозу и поэзию. «Тысячи ответов на тысячи вопросов. Я прихожу сюда разговаривать. А дочь какого цвета? Сегодня серебристого». Можно ошибаться, менять интонацию, но все идет как по маслу. Искренность и детскую простоту еще не испортили исполнительские штампы. «Мы не так давно записывали профессиональных актеров для аудиокниг. Могу сказать, мы писали гораздо дольше, гораздо больше делали дублей, и было все сложнее и мучительнее. Дети, они как-то совершенно по-другому воспринимают книги, и они по-другому отчитывают их. Настолько по-другому, что даже не хочется их прерывать, не хочется рвать эту эмоцию, не хочется комментировать». «Дальше этап будет обработка, то есть мастеринг сведения. Звукорежиссеры радиостанции будут накладывать звуки, если это потребуется. Если это потребуется, музыка будет накладываться, это уже на откуп звукорежиссера». Продолжительность аудиокниги около 70 минут. В декабре готовый вариант официально представят общественности, а уже в январе 2016-го диски поступят в коррекционные школы и библиотеки для незрячих и слабовидящих. Елена Кузовкина, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Желаю всяческих успехов в очень увлеченной и эффективно работающей команде и самим быть здоровыми, счастливыми и также вести здоровый образ жизни. Сегодня в Барнауле горел дворец спорта. Пожар вовремя удалось локализовать и ликвидировать. Жертв разрушений нет. Это официальная легенда учений МЧС, которые прошли днем в самом центре краевой столицы. В них принимали участие более 50 сотрудников МЧС, МВД, бойцов городского пожарно-спасательного гарнизона, экипажи скорой помощи и работники аварийно-спасательной службы. Было задействовано 15 единиц специальной техники. По легенде, пожар возник в одном из подвальных помещений дворца спорта. Объект достаточно интересный, он же сложный в плане и коммуникации, и большого количества людей. Для подразделения пожарной охраны и МЧС всегда такие объекты интересны. Мы обязаны на таких объектах проводить. Жители одной из многоэтажек Барнаула страдают из-за нашествия тараканов. В квартирах на первых этажах насекомые повсюду. На кухне, в спальне, даже в детских кроватках. Насекомых развелось столько, что люди опасаются оставлять детей одних. Химические средства в виде мелков не спасают. Коммунальные службы наблюдают за происходящим со стороны. Наш дежурный по рубрике «Коммунальный патруль» Кирилл Политов не побоялся и выехал на место происшествия. Передаю ему слово. Вот посмотрите, вот здесь вот яйца тараканей. Вот. Это неисчислимое количество. Вот сюда обратите внимание. У Сачи оккупировали сразу несколько комнат. У них здесь уже появились насиженные места. Кухня самая любимая. Жильцы решили дать бой тараканам. Тропы измазали специальным мелком. Продукты питания спрятали в пленку. Все кругом. Одни тараканы. Живем с тараканами, едим с тараканами. Тревожные сигналы поступают из дома номер 25 по проспекту Дзержинского. Популяция прусаков в последние месяцы только растет. Жители уже не справляются. В квартире Ольги насекомые чувствуют себя хозяевами. На детской кроватке уже и свободного места нет. Нарисованные мелком узоры повсюду. Но это не спасает. Ночью беспалый ребенок беспокоится. Просыпаюсь, прям таракан по ребенку бежит. У меня дикий был ужас. Вообще дикий ужас. Жильцы обратились за помощью в управляющую компанию Трест Центрального района. Мастера посочувствовали и продолжили бездействовать. Однако именно они обязаны остановить этот фильм ужасов, уверен наш эксперт, руководитель фирмы ДЭС-1 Анатолий Суворов. Он добавил, что эффективно побороть тараканов можно только одним способом. Обработка сразу всего здания. Эпизодическая борьба тут бессмысленна. За счет текущего ремонта идет обработка помещений, подвальных помещений и тому подобное. Я думаю, что просто здесь, наверное, как бы сказать, или люди не обращались, или управляющая организация экономит деньги, или, может быть, на доме денег нет. Тоже тут однозначно винить управляющую компанию тоже как-то нельзя. И я думаю, что тут надо рассматривать по каждому случаю, узнавать, как. Ну, это нужно обращаться, во-первых. Управляющая компания, если она бездействует, то тогда уже в жилищную инспекцию, и там уже жилищная инспекция примет решение, проверит, так это или не так, есть ли на доме деньги, почему управляющая компания так относится к этому своему выполнению, к своими обязанностям, ну и примет решение в такой установленный срок устранить эти замечания. Замечания к работе своей управляющей компании есть и у Натальи Веретенниковой. В документе под названием «Протокол общего собрания жильцов» женщина случайно обнаружила, что стоит не ее подпись. Эту неприятную находку жительница 30-го дома по улице Новосибирской нашла случайно. На просторах глобальной сети есть все данные о доме. В бумагах сказано, якобы Наталья выступила инициатором проведения собрания. Жильцы обсуждали многие вопросы. Один из них – расторжение договора с предыдущей компанией «Крепость» и заключение с «Новой проспект». Решение было принято большинством голосов. Наталья обратилась в полицию. В ходе проверки установлено, что в действиях должностных лиц управляющей компанией «Проспект» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 327 УК РФ. На копиях документов мы попросили Наталью поставить ее настоящую подпись. Вместе с этими бумагами отправляемся к юристу Марине Чаузовой. И даже невооруженным взглядом видно, что подписи не совпадают. Собственникам надо добиваться своих прав, защиты своих прав и восстанавливать их. 30 июня 2015 года протокол общего собрания собственников получил статус официальности. Это подтверждает часть 1 ст. 46 ЖК. И поясняет, что протокол и решение общего собрания собственников – это официальные документы, которые влекут за собой юридические последствия. То есть это документы, удостоверяющие какие-либо факты. Ну а если вам станут известны факты бездействия коммунальных служб, расскажите нам об этом. Телефон редакции в Барнауле 659-129. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Алексей Фризин, Александр Морозов, информационный канал «Город». Запреты размещения магазинов-баров на первых этажах жилых домов завтра рассмотрят на очередной сессии АКЗС. Напомню, эта тема периодически поднимается на разных уровнях. Жители многоквартирных домов Барнаула жалуются на нарушение шумными посетителями покоя и общественного порядка. Но по действующим сегодня законам, большинство баров в жилых домах работают абсолютно легально. Свежий пример в материале Михаила Ширина. Пошуметь днем в собственном дворе жители дома на улице Воровского вполне могут себе позволить. Ведь вечерами они слушают шум и крики клиентов бара, недавно открывшегося на первом этаже. Курят не в помещении, курят на крыльце, ну здание. Наши окна находятся над крыльцом. У нас маленький ребенок. Естественно, пьяные люди не могут тихо разговаривать. А еще, по утверждению, жители не всегда находят туалет. 50 оттенков желтого во дворе появились и в этом году. Весной из собственных помещений на первом этаже дома убрал из него парикмахерскую. Прорубил вторую дверь и сдал квадратные метры под пивной бар. Наличие в этом же доме сразу двух приемных депутатов из социальной службы ситуацию не меняет. Они не относятся ни к детским, ни к образовательным, ни к медицинским организациям. Так что продавать алкоголь рядом с ними можно по закону. Но убрать отсюда пивнушку жители решили твердо и написали в прокуратуру жалобу на незаконную перепланировку. Как просто можно в наше время открыть свой бизнес, прорубить вне всяких законов отдельный вход. Все как раз по закону утверждает владелец помещения. Он предоставил все необходимые документы, согласованы эскизные проекты, протокол собрания собственников дома с опросными листами. Из которых следует, что за разрешение реконструировать фасад проголосовало 92% жителей. Впрочем, по словам юриста, для этого достаточно и 70%. Администрация просит к ворум, чтобы было 100%, а согласно жилищному кодексу, достаточно 70% согласия всех собственников данного многоквартирного дома. Согласие было получено обманом. Не успокаиваются жители дома. Хозяйка данного помещения говорила, что она хочет переделать вход в парикмахерскую. Вы не против? В парикмахерскую люди были вроде как не против. На самом деле открылся пивной магазин. Естественно, пивной магазин никто бы не подписал. Подтвердить или опровергнуть этот факт может только суд. Туда по просьбе жителей уже обратилась городская прокуратура. Избавить стороны от судебных тяжб помог бы новый законопроект о запрете размещения магазинов-баров на первых этажах жилых домов. Его должны рассмотреть на сессии Краевого парламента 25 ноября. Разработчики утверждают, что документ позволит поставить точку в подобных затянувшихся спорах. Правда, пока только теоретически. Михаил Ширин, Алексей Фризин и Александр Морозов. Информационный канал «Город». А наш корреспондент продолжает прогулку по улицам Барнаула. В сегодняшнем выпуске он поделится с вами прошлым и настоящим улицей Песчаной. Барнаул часто называют городом на песках. Мы не раз касались этой песчаной тематики в своих сюжетах и сегодня решили подвести своеобразный итог. И где это не сделать, как здесь, на улице Песчаной? Песчаная. Неширокая улочка, протянувшаяся от самого берега Ковша с небольшими перерывами через Ленинский, Соций и Красноармейский, завершаясь тупиком. Одна из десятков когда-то окраинных улиц с одноэтажными жилыми домами. Бывшая четвертоалтайская. Песчаной она стала в начале 30-х годов 20-го века. Почему именно так? Наверное, ни у кого тогда вопросов не вызвало. Даже судя по архивным фотографиям, город к тому времени не один десяток лет буквально тонул в песках. Это производило впечатление даже на заезжих путешественников. Англичанин Генри Лэнсел, автор книги «Через Сибирь», так описывал свое прибытие. Мы добрались до Барнаула ранним воскресным утром, переправившись через полноводную реку Опь и оказавшись посреди миниатюрной Сахары, настоящей маленькой песчаной пустыни. Откуда же взялась вся эта масса песка? Профессор Виктор Ревякин, наш давний собеседник, объяснил в одной из встреч. Виной тому природа и человеческая недальновидность, которая что в наше время, что полторы сотни лет назад, была обычным делом. В одну зиму, когда было холодно и нечем было топить печи сереброплавильным в заводе, начальник Эллерс приказал вырубить сосновый бор, который здесь. Обнажили пески и тогда пески двинулись на город, ведь Барнаул в свое время называли пескоструйском. Последним островком этого реликтового бора в Барнауле еще до недавних пор оставалась Дуняшина или Дунькина роща, от которой сегодня осталась одна единственная вот эта 100-летняя сосна. В 19 веке по всей территории нынешнего Барнаула проходил ленточный бор, подобный тому, что зеленеет сейчас на вершине Нагорья. Сосна хорошо растет на песке, чем и занималась тут десятки тысяч лет к ряду. Откуда же появились пески? Когда-то, в конце прошлого ледникового периода, всю Западную Сибирь и территорию будущего Барнаула заодно покрывал толстый слой льда. Потом лед начал таять, и все пространство заполнили полноводные реки. Оп и Барнаулка, то, что от них осталось. Реки несли с собой песок. За тысячелетия он покрыл древнее плато слоем в десятки метров толщиной. До сих пор иногда то тут, то там вода вымывает каменные глыбы. Так появляются легенды, что под Барнаулом есть подземные скалы. На самом деле, эти камни когда-то ледник принес с самих гор, с алтайских. Прямо где мы сейчас стоим, вниз, примерно на 100 метров, ничего, кроме песка, нет. Улица Песчаная, так уж получилось, находится примерно там, где проходила прибрежная часть древней реки. Там же, где Попанинцев, Мерзликина нынешняя. И, собственно, Бор простирался примерно до этой самой черты. Только представьте, когда-то здесь, где по своим делам сейчас спешат горожане, ходили мамонты в конце ледникового периода. Кстати, их кости до сих пор находят во властьхе. А если покопаться, то и здесь наверняка найдутся. Шучу, конечно. Собственно, старых фотографий самой улицы не очень-то много. Но на всех, что есть, явно видны пески. Достопримечательностей на Песчаной немного. Но одна из них – это дом, где жил король алтайских поэтов Леонид Мерзликин. Ирония судьбы или закономерность? Мерзликин родился и вырос в Белоярске. Сейчас это часть Новоалтайска. Среди таких же реликтовых сосен и песка. Вообще, сколько ни гуляешь по Песчаной, неважно, летом ли, зимой ли, не отпускает странное ощущение, что вот сделаешь шаг не туда и переступишь в другую эпоху. Не к мамонтам, конечно, но в 80-е или 70-е годы, или 50-е. Пожалуй, Песчаная – это одна из тех улиц, где последние следы прошлого сотрутся буквально в ближайшее время. На месте старых домов вырастут новые, высокие. Пески времени – они такие. А на этом сегодня мы наше небольшое путешествие заканчиваем. Заканчиваем и в следующий раз снова пройдемся по известным и не очень страницам истории нашего города. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Начальник Краевого управления по физкультуре и спорту Владимир Альт освобожден от занимаемой должности. Это произошло 23 ноября, на следующий день после 60-летия. С чиновником не продлили контракт власти региона. Как рассказали нам в администрации, теперь уже бывший руководитель Крайспортуправления переходит на другую работу. Однако Владимир Альт сообщил, что с дальнейшими планами не определился. А его обязанности пока будет исполнять заместитель Юрий Самсоненко. Кто возглавит управление, в дальнейшем не сообщается. Владимир Альт руководил управлением больше 9 лет, с мая 2006 года. И о погоде на завтра. Синоптики обещают снег. Юго-западный умеренный ветер ночью 0,2 днем. Характер погоды существенно не изменится. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин